А вы в курсе, что в этом году сочинскими полицейскими была раскрыта порядка трех тысяч преступлений, из них более 500 это тяжкие или особо тяжкие? Ну и еще некоторые цифры. В 2016 году из незаконного оборота было изъято около 13 килограммов наркотиков. Ну а 10 ноября полицейские всей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. После вступления в 2011 году в силу закона о полиции он стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел. Ну и сегодня в преддверии профессионального праздника мы поговорим о криминогенной обстановке в городе-курорте, о безопасности жителей и гостей Сочи, ну и вообще о работе стражей порядка. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, полковник полиции Кирилл Криченков. Кирилл Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала спасибо, что к нам пришли в студию, ну и с наступающим профессиональным праздником. Ну, о нем мы поговорим немного позже, а пока давайте поговорим о работе сочинских полицейских. Ну, в Сочи установилась уже достаточно прохладная погода, а я все-таки предлагаю вернуться в лето, в курортный сезон, который прошел для города Сочи очень-очень успешно. На 30% мы больше приняли туристов, чем даже могли принять. Как отработала полиция в эти жаркие во всех смыслах дни? Да, действительно, очень серьезный курортный сезон состоялся в городе Сочи в этом году. И это действительно испытание не только для городского хозяйства, но и для всех сотрудников органов внутренних дел, которые обеспечивали безопасность жителей и гостей курортного сезона. Я хочу сказать, что отработали в целом положительно. Есть определенные результаты. Действительно, неразрывно деятельность сочинской полиции связана с обеспечением безопасности отдыхающих в городе граждан. Есть определенные результаты, есть цифры, статистика. А статистика, как говорится, вещь упрямая. У нас за курортный сезон снижено количество краж, в том числе из квартир граждан, угонов транспортных средств, фактов изнасилования, разбойных нападений. То есть достаточно высокие положительные результаты мы смогли добиться. Очень много приезжало туристов, тех, кто был участником или гостем разного рода мероприятий. Были и международные, и всероссийские мероприятия, их было много, и «Формула-1», и «Новая волна», и всемирные хоровые игры. Там вообще было много иностранных туристов. В это время силы полиции были сконцентрированы в местах массового проведения этих мероприятий. А что было на улицах города? Как удалось обеспечить общественный порядок в это сложное время, во время проведения мероприятий массовых? Действительно, количество массовых мероприятий не то, что большое, колоссальное количество. И только в этом году их проведено уже более 500 мероприятий. Это крупных, крупномасштабных, а незначительных мероприятий более тысячи. И наша деятельность также неразрывно связана с обеспечением безопасности при проведении этих мероприятий. Я хочу с определенным чувством гордости констатировать, что все мероприятия прошли у нас без каких-либо нарушений общественного порядка. Никто из участников, либо организаторов мероприятий не пострадал. За Олимпиаду и последующий постолимпийский период сочинская полиция приобрела достаточно большой опыт в деле обеспечения безопасности участников спортивных, культурно-массовых, общественно-политических мероприятий. Это, наверное, основная заслуга и причина в том профессионализме, который сегодня имеется в источнической полиции. То, что все мероприятия прошли на высоком уровне в вопросе обеспечения безопасности. Ну, впереди уже зимний сезон, в Красной Поляне уже, мы знаем, выпал снег. И горнолыжный сезон обещает быть таким же успешным или не менее успешным, чем летний сезон. Как полиция готовится к этому времени, к зиме? Ну, уже третий раз в этом году мы будем обеспечивать безопасность гостей, прибывающих в город Сочи, именно в зимний период. Само понятие «зимний курорт», мы с ним столкнулись впервые в 2015 году, в начале года, когда небывалое количество туристов со всей России, из-за рубежа, прибыли в город Сочи, все направились на Красную Поляну, получать удовольствие кататься на лыжах, на сноубордах. И обеспечить безопасность такого количества отдыхающих было достаточно затруднительно. Никто не ожидал, что до 200 тысяч человек посетит этот небольшой поселок городского типа, количество местного населения которого не превышает 5 тысяч человек. Но мы уже получили опыт и в прошлом году, и позапрошлом, уже начали подготовку к проведению зимнего курорта 2016-2017 года. Все регламентирующие нашу деятельность документы уже готовы, уже созданы определенные штабы по координации сил и средств во время проведения зимнего курорта на Красной Поляне. Будут задействованы сотрудники полиции из других районов города Сочи. В том числе мы ожидаем помощи главного управления МВД по Краснодарскому краю, который нам никогда не отказывают и присылают для оказания помощи сотрудников кубанской полиции. И я заверяю, что и безопасность в этом году отдыхающих во время проведения зимнего курорта будет обеспечена на высоком уровне. Преступлений избежать, конечно, не получается, как бы ни были полицейские готовы. Но раскрыто в этом году порядка трех тысяч преступлений, на мой взгляд, очень много. И из них 500 это тяжкие или особо тяжкие преступления. Какова вообще сегодня криминогенная обстановка в городе Сочи? И какой, может быть, вид преступлений, если так можно выразиться, характерен для нашего города, как города-курорта? Ну, во всех регионах Российской Федерации, не только в Сочи, конечно же, преобладают имущественные преступления. Это кражи чужого имущества. Для Сочи свойственно то, что количество краж чужого имущества, незначительных краж, увеличивается в период проведения в разгар курортного сезона. Я уже на предыдущей передаче говорил, способствует этому тот фактор, что отдыхающие, наслаждаясь морем, разомлев на солнышке, утрачивают бдительность, невнимательно относится к своим вещам. Оставляют я, как пример могу привести, в разгар курортного сезона этого года. В Лазаревском районе семейная пара совершила более 20 краж на пляжах. Причем одеты они были в пляжные костюмы, в купальниках, в плавках. Дождались того момента, когда отдыхающие заходят в море, подходили и забирали сумочки. Долго терпеть мы этого не стали и задержали эту группу, и уже дело было направлено в суд. Что касается преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Есть такая цифра, что около 13 килограммов наркотических средств было изъято из незаконного оборота. Насколько это большая цифра? И все-таки тема закладчиков по-прежнему остается актуальной для нашего города. Много ли удается задерживать таких дилеров? Ну, закладка наркотиков это довольно новый вид преступления, способ распространения наркотиков. И когда мы с этим столкнулись, я думаю, не только мы, и другие регионы Российской Федерации достаточно сложно было поймать за руку этого закладчика. Почему? Потому что вот этим мелким распространителям наркотиков, они проходят определенную подготовку, они обучаются методам конспирации. Все переводы денежных средств осуществляются посредством платежных терминалов. И очень трудно было действительно работать и раскрывать эти преступления. Но я хочу констатировать, что это мы научились делать. Уже порядка 50 лиц привлечено к ответственности за этот вид преступления. Мы пошли дальше и в связи с тем, что это не отдельные преступления, совершаемые мелкими этими дилерами, закладчиками наркотиков. Это целая преступная сеть, корни которой уходят в другие регионы, а может быть даже и за границу. Мы уже начали пресекать каналы поставки в город Сочи наркотиков. К примеру, этому служат последние случаи. Буквально на прошлой неделе на посту Магри мы задержали гражданина, который пытался ввести в город Сочи порядка 2 килограммов наркотических средств, спрятанных в обшивке автомобиля. Ну а в целом 13 килограммов – это большая цифра? Это очень приличная, значимая цифра, конечно. 13 килограммов – это несколько тысяч доз, несколько десятков тысяч доз. Ну это удалось все, слава Богу, предотвратить силами наших полицейских. Но еще многие сочинцы уверяют, что ряд аптек, целый ряд аптек торгуют сильнодействующими препаратами без рецепта. А наркоманы, они используют эти препараты в немедицинских целях. И они очень популярны среди этой группы лиц. Так ли это? Это просто слухи? Или на самом деле вы фиксируете такие факты? Нет, это не слухи. Это не слухи. Действительно, бессовестные, и другого слова подобрать не могу, предприниматели, реализаторы продают сильнодействующие медицинские препараты в аптеках города. Нам эта проблема известна, мы с ней боремся. Только за последние две недели четыре факта выявлено сотрудниками полиции. За это также предусмотрена уголовная ответственность. Административная ответственность достаточно серьезная, накладывается на юридическое лицо, на директора аптеки, и штрафы достигают 50 тысяч за это. И, конечно же, мы на это закрывать глаза не будем. И при получении любой информации от граждан мы будем это перепроверять, будем проводить оперативно-розыскные мероприятия и пресекать подобные факты. Ну и в том, что аптеки свободно продают сильнодействующие препараты без рецепта, которые наркоманы используют совсем не в медицинских целях, мы убедились лично. Наш корреспондент Татьяна Говоркова отправилась в совместный рейд с сочинскими полицейскими и с активистами общественного движения «Антидилер». Давайте посмотрим сюжет, ну и далее продолжим наш разговор. Подставной закупщик показывает сразу на камеру, купленные препараты выходят из аптеки. И она находится на улице Конституции. Спустя некоторое время к ничего не подозревающему провизору обращаются сотрудники правоохранительных органов. А зашли проверяющие по той причине, что в прошлом году Минздрав включил ряд лекарственных средств в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Их реализация в аптеках допускается только по рецептам. Тот же препарат «Лирика» назначают пациентам, страдающим нейропатическими болями. Однако наркоманы нашли ему немедицинское применение. Есть информация, что его используют, чтобы пережить метадоновую ломку. Тем не менее, это лекарство без рецепта опускают во многих аптеках. Тому свидетельство оперативной съемки. Во время контрольной закупки видно, как другой покупатель прямо в аптеке судорожно вынимает из блистера капсулы, да и бутылка с водой уже на готове, а провизор спокойно отпускает еще одну пилюлю. Вот у нас сейчас молодой человек у вас приобрел препарат, который отпускается по рецепту врача. Так? Вы не отпускали ничего. Ничего не знаете, об этом не слышали. Правильно? Также без рецепта блистер «Лирики» был продан и в аптеке по улице Воровского. И снова провизор отрицает факт продажи. Но свидетелей есть, есть и видео. И таких фактов за неделю проверок было обнаружено немало. Теперь руководителям этих частных аптек придется понести ответственность. В настоящее время из-за борота изъяты лекарственные препараты. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мы хотим обратиться ко всем руководителям аптек, не шутить с законом, поскольку данное видительство является преступным. О фактах безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов полицейские просят сообщать по телефону 02. Аптеки обязаны вести жесткий контроль за продажей лекарств с психоактивным действием только по рецепту врача. А родители и педагоги должны убедить детей, что все виды наркотиков, включая спайс, а также сигареты и алкоголь, могут привести к смерти. И даже одна проба может стоить здоровья и попадание на учет в наркодиспансер. А это уже проблемы в дальнейшей жизни, учебе и работе. Сейчас я предлагаю вернуться к теме профессионального праздника, который полицейские будут отмечать 10 ноября, полицейские всей страны. Кирилл Васильевич, Вы можете обрисовать такой портрет современного сочинского полицейского? Каков он современный страж порядка? Не секрет, что к сотрудникам полиции сейчас очень серьезные требования предъявляются при приеме на работу. Это и образование, это и физическая подготовка. Каждый кандидат у нас проходит психологическое обследование, каждый проходит полиграф, то есть детектор лжи. И если какие-либо сомнения у психолога, проводящего эту работу возникают, мы от этих кандидатов отказываемся. Я могу сказать, что только, наверное, четвертая часть кандидатов, желающих работать в полиции, у нас устраивается. То есть серьезный профессионально-психологический отбор проходят все кандидаты на службу в органы внутренних дел. И вместе с тем, даже устроившись на работу, многие из них в первый год службы отказываются и увольняются, потому что действительно очень сложная работа, очень насыщенная работа. И человек, который посвятил жизнь работе в органах внутренних дел, конечно же, и он, и, наверное, его семья чем-то обделены. Может быть, и времени кому-то не хватает уделить своим близким, но те люди, которые по призванию пришли работать, те люди, которые не терпят преступность, те, которые критично относятся ко всем правонарушениям, по нарушениям, к всему тому, что происходит вокруг них, они остаются и работают на благо своих горожан, своих семей. То есть дефицита кадров молодых не испытываете? Или все-таки есть? Есть определенный дефицит, есть определенный дефицит, но это связано, конечно, прежде всего, с тем серьезнейшим отбором кадров, который сегодня у нас проводится. Ну, Кирилл Васильевич, спасибо большое за очень интересный разговор. И хотелось бы тоже поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Это очень трудная, но очень важная работа, потому что ни для кого не секрет, что безопасность наша общая превыше всего. С праздником вас. Ну и вам слово. Пожалуйста, поздравьте своих коллег. Уважаемые коллеги, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники полиции, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, профессионализма. Желаю, чтобы вы от своей работы получали удовлетворение, и ваша работа заслуживалась, оценивалась по заслугам. Хочу пожелать вам любви и понимания ваших близких. И всем удачи. Спасибо вам большое. С наступающим праздником еще раз. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, полковник полиции Кирилл Криченков. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА